По-настоящему праздничная атмосфера царит в БКЗ. Здесь собрались сотни гостей. Это ветераны и те, кто пришли поздравить защитников Отечества с Великой Победой. В хуле Краевой филармонии еще перед торжественным собранием устроили настоящий бал. Ветеранов поздравляют молодые артисты и вместе они танцуют вальс. Многие ветераны признаются, когда слышат ту самую музыку, под которую прошла их молодость, душа просит танца. Всегда, когда звучат вальсы, особенно когда я услышала севастопные вальсы, мне так захотелось потанцевать. Но, к сожалению, среди моих сверстниц очень мало кто вальс танцует. Торжественное собрание начали председатель законодательного собрания Края Александра Рус и губернатор Виктор Толоконский. Они поздравили ветеранов с наступающим праздником и вручили участникам боевых действий друженикам тыла знаки отличия за трудовые заслуги и почетные грамоты губернатора. Это священный, по-настоящему родной для каждого из нас праздник. День памяти, мира и торжества справедливости. И он останется таким, сколько бы лет ни прошло, с победных салютов 9 мая 1945 года. Наши сердца переполняют огромную радость и гордость за свой народ. Остро ощущаем свою благодарность и долг перед старшим поколением, перед военным поколением, которое не только защитили нашу Родину, но и подарили нам страну, цветущую страну. Ветераны, в свою очередь, выступили с ответным словом и рассказали о своих военных буднях, что вызвало в зале шквал аплодисментов. Я в возрасте 19-летнего мужика попал под Сталинград. Я был свидетелем, видел пленение 33 фашистских генералов и фельдмаршала Паулюса. Мы все радовались, друг друга обнимали и этой большой исторической победе. После официальной части начался праздничный концерт. Для ветеранов на сцене выступают лучшие коллективы края. Это и ансамбль танца Сибири имени Гаденко, солисты театра оперы и балета, группа Яхонт и другие артисты. Все они исполняют самые известные, уже ставшие классикой песни о победе и современные композиции. Сами артисты признаются, для них большая честь исполнять такой репертуар перед героями, которым эта музыка помогала в тяжелое военное время. Я хочу сказать, что это мои самые любимые песни. Песни ретро, я выросла на этих песнях. Их пела моя бабушка, и я тоже боюсь с большим удовольствием. Ветераны, приехавшие на концерт из многих районов края, признаются, даже спустя 70 лет песни о войне берут за душу. Я чувствую то, что большое удовлетворение, что в таком размахе, в таком широком, в такой широкой программе отмечается победа. Это очень меня радует, потому что я связан, всю жизнь связан с армией. И говорить о том, что победе мало уделяется внимания, это нельзя. Концерт, посвященный 70-летию Победы, продлился около двух часов. Основные торжественные мероприятия Дня Победы пройдут завтра. Александр Ловицкий, Николай Островский и Денис Тимошенко. Новости.